Я скажу несколько слов на тему космологии, постаравшись так же затронуть, что такое вот это самое великое изучение. Как, не знаю, приходилось вам сталкиваться с этим или не приходилось, но вот есть такой вот древний парадокс, который смогли объяснить только после создания космологии как науки. Парадокс состоит в том, почему небо ночью черное, почему ночью темно. Осознаете ли вы, почему это парадокс? Верно, что не осознаете, по крайней мере, все. Представьте себе, что у нас есть Вселенная, равномерно заполненная звездами. Вот, мы берем конус, в вершине этого конуса глаз наблюдателя или телескоп, и вот в этот конус режем на слои. Представляем, значит, объем такого вот слоя оказывается пропорционален r в квадрате. Ну, поскольку эффективно. И, соответственно, число звезд в этом слое, если Вселенная ими равномерно заполнена, тоже пропорциональное r в квадрате. Видимая площадь звездочки, вот поле зрения телескопа, вот там сколько-то близких, крупных, сколько-то далеких, которые являются повельче. Ну, если считать, что звезды на разных расстояниях одинаковые, ну, не обязательно все одинаковые, но статистически одинаковые, то тогда угловой диаметр обратно пропорционален радиус, а площадь обратно пропорциональна в квадрате. И тогда что получается? Что вклад каждого такого слоя толщины r в видимую площадь поверхности всех звезд в поле зрения телескопа примерно одинаковых. Звезд становятся в r в квадрате больше, площадь каждой, видимой, в r в квадрате меньше. Ну, то, что они еще друг друга могут слегка перекрывать, но это некие факторы, которые не зависят от их числа. И поэтому получается, что в пределе любой луч, выходящий из глаза, рано или поздно упрется в поверхность звезда. Если мы будем рассматривать бесконечную вселенную равномерно заполненную звезд. А поскольку поверхностная яркость звезды не зависит от расстояния, почему это так? Звезда светится, значит поверхность пропорциональна r в квадрате, соответственно поток энергии обратно пропорциональна r в квадрате. А угловая площадь тоже обратно пропорциональна r в квадрате. Получается поверхностная яркость конструкции. И это означает, что раз любой луч должен упереться в звезду, любой луч зрения, то по любому лучу зрения мы должны наблюдать примерно одинаковую яркость, соответствующую яркости поверхности звезды. Это значит, что у нас все ночное небо должно равномерно светиться примерно с той же яркостью, что поверхность Солнца. Видим? В случае идеально прозрачной вселенной. Сейчас я про это скажу. Мы этого очевидно не наблюдаем. Мы наблюдаем черное небо с редкими звездочками. Тут поступило правильное указание на то, что Вселенная для этого должна быть идеально прозрачной. Иначе наши рассуждения не работают. Иначе нам надо в яркость этой звезды добавить еще убывающий экспонент. И за счет убывающего экспонента все хорошо проинтегрируется. И не будет вот таких парадоксов. Впрочем, это, конечно, парадокс слегка облегчает, но не до конца. Потому что если мы представим себе Вселенную с равномерно расположенными звездами бесконечно и при этом еще и вечно, то тогда вот все те облака газа, пыли, которые обеспечивают неидеальную прозрачность, под действием света звезд, должны будут нагреться до температуры равной температуре звезды. И эти облака сами будут светиться ничуть не хуже звездам. Ну, впрочем, конечно, это уже получается немножко банально, потому что, что я сейчас говорю, что в случае термодинамического равновесия мы ничего не увидим кроме теплового излучения одинаково со всех сторон. Поэтому можно сказать так, что то, что мы наблюдаем черное небо, на их форме яркие звездочки, это свидетельствует о том, что Вселенная не находится в состоянии теплового равновесия. Теперь, причем здесь микроволновое реликтовое излучение. Дело в том, что в некотором, правда, своеобразном смысле, ночное небо действительно светится со всех сторон с температурой, близкой к температуре поверхности звезды. Просто когда Вселенная расширялась изначального плотного и горячего состояния, откуда это плотное и горячее состояние взялось, мы не знаем, потому что если просто экстраполировать назад по времени нынешнее расширение Вселенной, то мы будем получать все большие плотности, все более высокие температуры, но и в конце концов получим сингулярность, а все-таки дифференциальные уравнения с сингулярностями обращаться не знают как, и, в общем-то, считается более-менее общеприиментным, что эту сингулярность надо каким-то образом убрать, а для этого надо модифицировать уравнение общей теории относительности. Вот так лисят ли, когда Вселенная расширилась и стала горячей, то в какой момент излучение отделилось от вещества? То есть, когда Вселенная стала прозрачной. До того, как Вселенная была прозрачной, она была плотной, и там вот был ионизированный газ, сильно ионизированный, который для излучения электромагнитного не прозрачен, и поэтому фотончики там далеко не летают, они там летят, поглощаются, снова переизлучаются, и в тепловом равновесии электромагнитное излучение и вещество. А по мере охлаждения электроны садятся на атомные оболочки, получается электрический нейтральный атом, и вещество становится примерно прозрачным в основном. При каких температурах это происходит? Ну это, в общем-то, температуры близкие к температуре поверхности звезды. Потому что на поверхности звезды там тоже плазма, и эта плазма, покуда эта плазма не прозрачная, мы видим звезду. Когда эта плазма стала прозрачной, то мы это не видим. При специальных условиях, я тут такие подробности не уникаю, поэтому мы можем ожидать, что произошло это отделение излучения от вещества примерно при температурах, сравнимых с температурами поверхности звезды. Ну, на самом деле не совсем так, скажем, температура... Совсем не так. Температура хромосферы Солнца, например, больше миллиона градусов, а температура поверхности все 6000. Ну вот температура поверхности 6000, а не температура излучения в тот момент, когда оно отделилось от вещества 3000 примерно. То есть, ну, ошиблись мы из таких очень грубых, бездоверных и неправильных рассуждений всего в два раза. Но поскольку с тех пор Вселенная стала старше и существенно больше, то вот если мы расширяем ящик с веществом, то оно охлаждается. Я уже рассказываю людям про фотометрический парадокс, плавно перехожу к электронному излучению, разогревая их перед вашим появлением. Вы в районе Новодачиной или где? Вы... А, то есть вы едете через Лихачевское шоссе. Ну, если вы отчаиваете, что мы тогда проведем семинар без вашего участия, а вас давайте перенесем на следующий раз. Ну, в это время суток лучше в благополучии ездить в электричестве. Вы на выезде в Левобережную или на выезде в Левобережную? А, понятно, подъезжаете к библиотечному повороту. Понятно. Ну, хорошо. Надеюсь, до встречи. Значит, еще раз звоню на докладчик, но он все-таки едет не через Дмитровку, а через Лихачевское шоссе. Ну, и сейчас он в поселке Левобережной, знаете, подъезжает к библиотечному повороту и уже давно подъезжает. Значит, пока мы договорились так, что я буду продолжать давать введение, докладчик, если не отчаяться, то до нас доедет. Если будет не слишком поздно, то он еще что-то расскажет. Если будет слишком поздно, то тогда мы перенесем его на следующий раз. Хорошо, значит, продолжаем. Значит, соответственно, Вселенная расширялась, но уже при этом получилось, что то, что раньше было одной системой, находящейся практически в термодинамическом равновесии, а именно излучение вещества, после того, как вещество стало уже слабо ионизировано, стало двумя слабо взаимодействующими подсистемами. И поскольку при расширении Вселенной уравнения состояния для обычного вещества и для излучения разные, то по мере этого расширения вещества и излучения остывали по-разному. И вообще-то тут не получается, Михаил Геннадьевич. Вот смотрите, когда у Вас система находится в состоянии термодинамического равновесия, ее работа, которую она может совершить на внешней среде, она нулю, да? А когда она не находится в состоянии термодинамического равновесия, то какую-то работу на внешней среде совершить она все-таки может. Вот стрела времени направлена так, что эта неравновесная энергия не может возрастать. Дело в том, что помимо вещества есть еще пространство. А пространство в общей теории относительности – это не просто вместилище, на фоне которого бегают фотончики с электрончиками и прочие частицы. А пространство – оно само по себе динамическая система. И эта динамическая система может обмениваться с веществом энергии, импульсов, энтропией. И поэтому, да, вещество было практически в термодинамическом равновесии до того, как разделились вещества и излучения. Но это все происходило в расширяющейся Вселенной, вот расширение Вселенной. И привело к тому, что это уже перестало быть хорошим приближением к термодинамическому равновесию. В системе любой сложности закон невозрастания и неравновесной энергии – работа. Это, собственно, основа аксиоматики. Андрей Романович, давайте не будем обсуждать термодинами. Вопрос о том, как посмотреть на рождение Вселенной с точки зрения второго начала термодинамики. Ответ будет простой – не знаю. И то, что для рождения Вселенной у нас нет уравнений. У нас, конечно, есть уравнения общей теории относительности, которые при решении назад по времени говорят, что там была сингулярность. Но при приближении к этой сингулярности заведомо должны были сказаться эффекты квантовой механики. Причем эти эффекты должны были быть сильными. Эффекты гравитации тоже должны были быть сильными. То есть при описании рождения Вселенной нужна квантовая теория гравитации. Нет у нас такой теории. Ее уже без малого сто лет мечтают создать и создать не могут. Потому что квантовая теория поля предполагает, что пространство-время – это некий фон. Этот фон может зависеть от времени, но все равно этот фон, квантовая теория поля, как классический фон. А чтобы проквантовать гравитацию, надо нам рассматривать, как мы в квантовой механике можем описать частицу, которая проходит через две щели как бы одновременно. Она находится в суперпозиции состояний, которые по-разному локализованы в пространстве. Так вот и для квантовой гравитации мы должны были бы описывать Вселенную в суперпозиции состояний с разными геометриями пространства-время. Сильно неравновесных состояний запомнили. Не буду я сейчас обсуждать неравновесность и неравновесность. Поэтому какие-то у нас были запасы неравновесности в момент рождения Вселенной, не хочу я это обсуждать. Кроме того, теорема невозрастания энтропии доказывается в предположении, что у нас энергетический спектр ограничен с ним. А с гравитацией не ясно, так ли это. Потому что если у нас есть сколь угодно низкие уровни энергии, то сбрасывая, так сказать, часть системы в состояние со все более и более низкими энергиями, мы можем за счет этого, закачивая что-то в состояние с отрицательной энергии, мы можем из-за этого добывать положительные энергии. И тут возникают достаточно мудные вопросы, на которых ответов пока нет. Ну ладно, так или иначе. Вот это вот тогда еще горячее до 3000 кельвов электромагнитное излучение, когда Вселенная стала прозрачной, отделилось это вещество. И с тех пор это излучение остыло примерно в 1000 раз, где-то до 3000 кельвов. Значит, ну кроме того, еще обычное вещество, в отличие от излучения, оно еще и за счет гравитации все-таки собралось в комки, образовало галактики, звезды, планеты, облака газа и пыли и прочие неоднородности. То есть излучение, оно все-таки со скоростью света бегает, и его заставить сколлапсировать куда как сложнее. Поэтому вот это вот эликтовое излучение, оно практически однородно. То есть первоначальным излучением просто обнаружено, что небо равномерно светится, с температурой 3 по кельву, со всех сторон одинаково, абсолютно однородно и все. Причем обнаружили это достаточно анекдотическим образом, что построили радиотелескоп и обнаружили в нем какой-то, как считалось, паразитный сигнал. Пытались от этого паразитного сигнала избавиться, чистили радиотелескоп от птичьего помета, но в конце концов догадались проконсультироваться у кого-то из астрофизиков, я сейчас не вспомню фамилии, и тогда вот сообразили, что это светится само небо. Причем первоначальное эликтовое излучение было предсказано Джорджем Рамом, который на самом деле Георгий Антонович. До того, как он сбежал за границу, он был приятелем Ландау, он был очень разносторонним физиком-теоретиком, одним из популяризаторов, на науке, кроме того, и вот он, рассматривая то, как должно было вести в себя вещество в радио Вселенной, когда Вселенная расширялась, предсказал, что Вселенная должна была быть горячей, и вот от этого излучения этой горячей Вселенной должно быть с температурой примерно такого порядка. Я точно не помню, назвал ли он три, по кельму, или может быть, там чуть-чуть ошибся, но там он назвал, что несколько кель. Сейчас научились эту температуру мерить с гораздо большей точностью. Составили карту того, как по небесной сфере распределена температура этого реликтового излучения. Эта карта на объявление о сегодняшнем семинаре приведена. Это объявление ходило по рядам. Причем, на самом деле, эта карта, которую вы, на сегодняшнем объявлении, которую вы могли видеть, не знаю, там, во всяких популярных статьях, эта карта немножко скорректированная, чтобы избрать из этой карты дипольную составляющую. Ну, а имя, или другими словами, на этой карте перешли в систему отчета неподвижную относительно реликтового излучения. Потому что, если, поскольку Земля движется, спутник вокруг Земли движется, Солнце движется, галактика движется, и за счет движения вот этого датчика, эффект Добблера, то, что спереди выглядит, подвергается синему освещению, выглядит чуть более горячим, то, что сзади подвергается красному освещению, выглядит чуть более холодным. Вот убрали, после того, как вот убрали, осталось, там, тем не менее, на этой карте, вот этот вот эффект движения, системы отчета, на этой карте, тем не менее, что-то осталось, какая-то рябь. Что эта рябь означает? Вокруг этого сейчас идут очень и очень большие споры. Порой при этом возникают достаточно экзотичные, экзотические гипотезы. Например, есть такая экзотическая гипотеза, что вроде бы там, кроме дипольной составляющей, на этой карте наблюдаются еще квадрупольные составляющие. Ну, квадрупольные составляющие, это, грубо говоря, означает, что диаграмма по направлению вот такую бабочку завращать вокруг оси, и вот это вот будет квадрупольная диаграмма направленности. И если дипольную неоднородность можно объяснить тем, что движется система отчета, то вот с чем связана, может быть, квадрупольная генуровность, если она в самом деле есть, то это уже завятка. И причем, более того, при этом показывается, что есть некое выделенное направление у Вселенной. Это гипотеза, но вот эту гипотезу уже там сколько-то лет обсуждают, вводят всякие громко звучащие термины для этого неоднородности, а именно это выделенное направление уже успели обозвать ось зла. Почему зла непонятно? Тем не менее, такой термин уже некоторые физики используют. Я бы вообще-то от такого термина на всякий случай воздержался, потому что если это дойдет до желтой прессы, то там такого бы сочиняют, что, я думаю, авторы этого термина сами будут не рады. Ну и с чем могут связывать эта неоднородность? С тем, например, что можно попытаться высказывать гипотезу о том, что наша Вселенная вращается как целая. Есть, вообще говоря, такие решения по уравнению общей теории относительности, которые соответствуют тому, что Вселенная вращается как целая. Это так называемое решение Йоделя. Кстати, того самого Йоделя, который вот терема Йоделя не было теоретически. То есть в общей теории относительности он тоже отметился. Причем у этого решения есть замечательная особенность, что если мы сделаем путешествие по кругу в плоскости поперек оси вращения по достаточно большому кругу, очень большому, то можно прилететь в собственное прошлое. Или другими словами, Йоделя допускает замкнутые временеподобные мировые линии. Те, кто уже изучает специальную теорию относительности, кто на третьем курсе или старше, те понимают, что замкнутые временеподобные мировые линии означает, что можно путешествовать в собственное прошлое. Понятно? Потому что временеподобная мировая линия такая мировая линия, которая идет все время в будущее. А раз она казалась замкнутой, значит шли все время в будущее, а пришли в собственное прошлое. Ну, это понятно, это экзотика. Все-таки наверное большинство физиков такие модели не рассматривают. Большинство физиков просто заранее объявляют, что все решения уравнения общей теории относительности, которые позволяют попасть в собственное прошлое, являются заведомо не физическими. И просто их выкидывают. Хотя с другой стороны вот такой подход он работает в классике. А если мы будем пытаться смотреть на все на это дело с квантовой точки зрения, то там нельзя просто что-то так вот отбросить, а надо еще объяснить, почему мы скажем, не можем, вселенная не может протонулировать в такое нехорошее состояние. Ну, не будем сейчас о грустном, о квантовой гравитации, которая у нас все равно нет. Значит, также вокруг того же самого реликтового излучения идут спекуляции на ту тему, что можем ли мы увидеть в этих неоднородностях колебания ранней вселенной. Вот с этими колебаниями ранней вселенной могут связывать ту же самую кудропольную неоднородность, что вот в этой ранней вселенной прошла звуковая волна, а вот это и о свете. Впрочем, я тут могу путь, по-моему, все-таки для этих звуковых волн ищут неоднородности помельче. Есть в частности и другие более экзотические варианты. Например, в этих неоднородностях пытаются увидеть следы предыдущих вселенных. Потому что модифицировав уравнение состояния, допустив, что может быть вещество, у которого давление больше, чем плотность энергии, или модифицировав общую теорию относительности, например, предположив, что наше четырехмерное пространство времени погружено как некая мембрана в пространство времени большей размерности, можно строить модель, в которых вот это самое состояние плотное и горячее, из которого Вселенная начала расширяться, это не начало времен, а это какой-то промежуточный этап. Что скажем, есть модели, в которых Вселенная пульсирует, то сжимается, то расширяется, есть модели, в которых вот наша мембрана, поверхности, в которой мы живем, четырехмерная, точнее, трехмерная мембрана четвертое измерение времени, в пространстве большей размерности, сталкивается с какой-то соседней мембраной, и это и есть там большой трех. Но, опять-таки, пока это все в существенной степени является спекуляцией, потому что что мы видим, что вот есть вот этот фон, и есть его нет. Впрочем, все-таки космология это далеко не та космология, которая была, ну, скажем так, даже 20 лет назад, потому что даже 20 лет назад не было карт этого релингового излучения, нет, соответственно, не было большого источника информации, который, не знаю, успеет или не успеет сегодня обозреть для вас наш сегодняшний докладчик. Кроме того, не было тех измерений, которые последние полтора-десятка лет показали, что наша Вселенная расширяется с ускорением, не было еще такой, как сейчас уверенности в том, что существует темная энергия и темная материя. Правда, на самом деле и сейчас полной уверенности в этих обстоятельствах нет. Но, тем не менее, то, что Вселенная расширяется с ускоряем, что это означает. Это означает, что все-таки мы не можем пренебрегать тем, что можно назвать энергией вакуума. Что есть то, что Эйнштейн называл космологическим членом, что вакуумы есть своей энергии. если это действительно космологический член, то это означает, что он вносит такой вот вклад, что у него энергия равна давлению с обратным знаком. И вот такое вот странное вещество, у которого энергия равна давлению с обратным знаком, оно обладает тем замечательным свойством, что движение относительно такого вещества обнаружить невозможно. Потому что тензор энергии импульса пропорционально метрическому тензору, с какой бы скоростью мы ни двигались, все равно окажется, что плотность энергии та же самая, давление то же самое, соотношение между ними тоже самое. Но и при этом оказывается, что большая часть энергии современной Вселенной это энергия вакуума или что-то на нее очень похоже. И при этом получается достаточно своеобразная картина, что на начальном этапе развития Вселенной по гипотезе, которая принята очень на ее если не большинством космологов, то очень многим, в соответствии со сценарием инфляции ранее Вселенная стала такой однородной, потому что там был период очень быстрого расширения, когда за время в долю секунды Вселенная расширивалась в 10 в большой степени раз. И за счет этого все неоднородности, которые там были, растянулись растянулись и Вселенная стала на наших масштабах практически одна. После этого, как считается, этот этап кончился тем, что тот вакуум, который привел к тому быстрому расширению, был не совсем настоящим вакуумом, а был неким серговакуумом, который после этого оказался неустойчивым, распался и породил обычное вещество. И это обычное вещество расширялось, расширялось. Вот после того, как сначала Вселенная расширялась какое-то время с замедлением, но когда обычное вещество стало достаточно разрежено, то расширение снова стало оскоро. И в общем тут есть разные япотезы, но я не знаю насколько имеет смысл сейчас в них углубляться. Поскольку докладчиков пока нет, наверное, чуть-чуть можно будет. Скажем, тут есть япотезы, которые позволяют замкнуть историю Вселенной в круг несколько другим способом. А именно, что если Вселенная дальше будет расширяться вскоре, то через многие-многие миллиарды лет она окажется практически пустой. То, что все вещество разъедется очень далеко и есть даже сценарий небольшого взрыва, вместо большого взрыва большого разрыва, что это расширение Вселенной в конце концов должно все вещество разорвать на мелкие клочки. Ну и соответственно некоторые физики спекулируют на ту тему, что вначале мы имели расширяющуюся пустую Вселенную, в конце мы получаем тоже расширяющуюся пустую Вселенную. Не получится ли, что это одно и другое, одно и то же, надо только каким-то образом добиться того, чтобы в конце это каким-то образом выросло энергия вакуума. Впрочем, ситуация с энергией в общей теории относительности и в космологии в средстве этого достаточно своеобразная. Дело в том, что если у вас расширяется вещество с отрицательным давлением, то есть натяжением, то энергия возрастает. вследствие этого получается, что мы можем вообразить сценарий, при котором суммарная энергия Вселенной, энергия пространства-времени плюс энергия вещества равна нуля. Положительная энергия вещества в точности компенсируется энергии отрицательной энергии самого пространства. и в этом смысле может оказаться, что Вселенная создает сама себя. Но это спекуляция, за которой сейчас я могу услышать резкую критику «Андрея Романовича». А спекуляция, действительно спекуляция. Что такое энергия? Нет, дело в том, что нет, я, конечно, могу сейчас поговорить про проблему энергии в общей теории относительности, даже чуть-чуть уравнение пописать, но я не знаю, имеет ли это смысл линии. Может быть, перейти к какой-то дискуссии, по которой докладчик до нас не добрался. Давайте попробуем. Вот вообще энергия родилась как величина, которая сохраняется. Замечусь? Полный энергия. Она сейчас тема. Да. А нервновесная энергия как величина, которая не возрастает. А вот это по определению... Адрея Романовича, давайте не будем про нервновесные энергии. Давайте про обычную. Ну, в некоторых случаях про энтропию говорить очень неудобно. Когда вы имеете мало сведений о структуре системы, которую хотите описать, то приписывать ей какую-то энтропию очень сложно, а измерять эту энтропию вообще невозможно. Поэтому можно ввести немножко модифицированное понятие, которое гораздо удобнее для описания такой системы. Вот все. Но если Михаил Геннадьевич не хочет вводить, пожалуйста, полной энергии хватит. Энергия это величина, которая сохраняется по определению. Понятно. Дело в том, что... Для того, чтобы она сохранялась, она считается определенным способом. Вот и все. Объясняю, откуда берутся проблемы с энергией импульсом в общей теории относительности. В общей теории относительности, как вы, наверное, слышали, есть принцип их ворятости. Что локально можно истребить гравитационное поле, усевшись свободно падающей системой отчета. Но дело в том, что в общей теории относительности гравитационные волны тоже могут переносить энергией импульсом. А с другой стороны, даже если через вас проходит гравитационная волна, если усиливать свободную падающую систему отчет, то вы все равно истребили гравитационное поле. Даже если там и волна гравитационная бежит. И таким образом оказывается, что энергию и импульс гравитационного поля сложно локализовать. Вы не можете приписать эту энергию и импульс в каком-то области пространства времени, потому что в любой малой области пространства времени выбором системы отчета вы можете ее обновить. И поэтому для всех обычного вещества в общей теории относительности вводится тензор энергии импульса, который действительно хороший настоящий тензор. А для энергии импульса гравитационного поля вводится псевдо-тензор энергии импульса, который ведет себя как тензор только для линейных замен. а для нелинейных замен, которые вовсе не тензор, чтобы как раз отразить этот факт. И поэтому скажем, чтобы определить, что такое энергия импульса в общей теории относительности есть разные подходы. есть такой подход, что надо уйти на бесконечность и смотреть с этой бесконечности на нашу систему. И тогда, если на бесконечности асимптотические вот эта система создает гравитационное поле, такое же, как частица массы М, движущаяся с импульсом П, то вот мы и говорим, что вот вся эта система, включая и вещество, и гравитационные волны, и все на свете, обладает соответствующей массой, энергией импульсом. Но проблема в том, что для этого надо, чтобы во Вселенной была пустая и плоская бесконечность. То есть опять какое-то пространство с локальной метрикой. Чтобы все вещество во Вселенной было в какой-то ограниченной области. Можно всегда поиметь смысл вообще в общей керриотносительности вводить такую величину, как энергию, если мы не можем определить ее. Мы ее можем определить и даже разными способами, но каждый из этих способов по-своему хромает. А не вводить энергию было бы все проблематично. Кстати, есть еще и такой момент, энергия нужна и для квантовой теории, потому что чтобы описать эволюцию квантовой системы, нужен гамильтоньян, и гамильтоньян это и есть энергия, записанная через координаты гамильтоньян. И то, что у нас есть проблема с определением энергии в общей теории относительности, это может быть частью большой проблемы с тем, что у нас нет квантовой теории гравитации. Но опять-таки, поскольку у нас нет этой теории, я не могу сказать это конец вы еще здесь. Спасибо. Ну что, Здравствуйте. Мы тут уже поговорили про вселенное набрание, про энергетические парадоксы, про вы зла. Не перекрывай перечки, а то, что-то перебивало это, Уси, остались. Хорошо. Где-то тут был еще пульт. Ну, пульт. А, вот. Надо идти пункт, надо включить проект. Вы не беспокойтесь. У нас были случаи, когда докладчики опаздывали еще больше. Жасно узкое место. Один из самых выдающихся случаев был, когда докладчик опоздал на полтора часа, и самое смешное, что его существенная часть слушателей дождалась, он еще сделал доклад. Там тогда повезло, потому что его пришел послушать замд докладчик фронтов, которому эта тема была профессионально интересна, и его тогда вытолкнул на доске делать введение. фестиваль. Есть. Отлично. Вы представьтесь на счету. Да, конечно. Скажите, какое вы имеете отношение к фестиву, чтобы студенты знали, что они могут в принципе выбрать траекторию, которая приведет их к главному. Куда сейчас приведет, я расскажу. меня зовут Сергей Сибиряков, я оканчивал фестив, в одном фестиве на одно место. Какой факультет? Проблем физики и энергетики. Есть кто-нибудь в ходе есть? О, отлично. Очень хорошо. Сейчас я работаю на институте альных исследований Российской Академии Наук. Я не знаю, знаете ли, к сожалению, сегодня произошло грустное событие, и я, к сожалению, должен начать с этого, что был принят Госдумный закон, который, на самом деле, фактически Система Российской Академия Наук уничтожает. Поэтому, может быть, я должен написать бывший, честно говоря, это сильно очень печально. Ну, будем как-то существовать и попробуем все-таки заниматься наукой. Несмотря на это, поэтому я буду, собственно, большую часть на доске буду рассказывать, будет несколько слайдов. Ну, так вот, то, что я буду рассказывать относится к области науки и занимаемой космологии. и я попытаюсь рассказать, насколько это интересно. Это, на самом деле, действительно очень увлекательная наука, которая всегда была, конечно, увлекательной, потому что всегда человеку было интересно знать устройства Вселенной, задумываться в этих глобальных вещах, как устроена вся Вселенная целиком. Но в последнее время эта наука просто совершила качественный скачок от каких-то умозрителей построений к области точного знания. Ну, и на самом деле вот скачок можно, ну, реально скачок там, включил за 100 лет. И чем-то с последнего времени он еще будет, значит, развить и ускорить. И чтобы просто оставить себе представление об этом, на самом деле 100 лет назад, даже не 100 лет, меньше чем 100 лет назад, до 1925 года была известна, вообще не было известно, что есть другие галактики, кроме нашей. То есть считалось, что все, все, что наблюдают астрономы, это все звезды, которые находятся, значит, в нашей галактике. То есть вот, вот Вселенная заполнена звездами. И только в 1921 году Хаббл открыл первые галактики в длине нашей. А сейчас этих галактик на 2013 год известно в полтора миллиона, почти. И, как сказать, статистически набирается экспоненциально, в экспоненциальной скорости. То есть, возможно, скоро будут известны, ну, если не все галактики, то все скопления галактик. То есть, все через одно. Миллионные или миллионные? Нет, полтора миллиона галактик. Уже не мало. Так. Да, и вот, собственно, одним из основных инструментов в этой области космологии, то есть инструментов, которые реально приносят количество сведений о Вселенной, является космическим и громомовым исключением, о котором я не буду сегодня рассказывать. Значит, что это такое? Что наблюдается? Ну, наблюдается следующее, что во всей Вселенной со всех сторон, то есть если запустить антенну, детектор в космос, то он детектирует, что со всех сторон приходит излучение в области микроволнового диапазона, то есть длиной волны нескольких сантиметров, ну, порядка сантиметра. И на самом деле имеющий термальный спектр. С температурой, вот здесь можно более точную цифру написать, температура 2,725 минус 0,02 0,0,0,0,2 кельнинг. Плюс-минус это флуктуация? Нет, это точность определенной температуры. Абсолютно. Флуктуация какого-то? Ну, это я к этому берегу, естественно, это очень важно. Вот. Значит, вот планковский спектр. Ну, вот смотрите, значит, планковский спектр, ну, давайте я сначала скажу теоретически, что это такое. Это спектр излучения абсолютно черного тела. Значит, абсолютное черное тело излучает так, что энергия, плотность энергии, находящаяся в диапазоне д-омины, ну, для нее есть формула. Значит, омега куб, там какой-то фактор есть и квадрат, и квадрат, а вот здесь вот характерный планковский множитель. Да, кстати, прошу, задавайте мне вопросы сразу, если что-то непонятно, сразу перебивайте, задавайте, чувствуйте себя совершенно свободно, потому что я всегда готов объяснить детали. Вот, имеющий вот такой характерный график. Значит, если здесь я напишу D-E-B-D-омега, здесь омега, то вот такая вот кривая с максимумом. У меня это сразу вопрос. Да. С такой точностью температура определяется по светимости или по отношению каких-то спектральных компонентов? По отношению спектральных компонентов. То есть меряется в нескольких диапазонах измеряется интенсивность и инфектируется планковским спектром. Собственно, вот здесь изображены... То есть это наилучшая аппроксимация планковским спектром? Да. А вот здесь изображены экспериментальные данные на фоне теоретической кривой. Они абсолютно совпадают. Это дело хашистских экспериментов. Вот, их не видно. Это кривая составлена из них. Из точек, из экспериментальных точек. Вот это данные инструмента FIERS, который летал на спутникер-клубе в конце 80-х годов. Который, собственно, измерил спектр. Это пока на сегодняшний день это самое точное измерение спектра электрого излучения. И вообще говоря, вот это, как мне говорили некоторые люди, это самое точное черное тело, которое есть у нас во Вселенной. То есть все черные тела, которые у нас сейчас в лабораторе, они хуже, на самом деле. Их по направлению влияется? Нет. Потому что это все будет. Будет. По направлению, значит, это извлекается из отношений из отношений интенсивности в разных диапазонах. Так. А, да, кстати. Значит, например, я должен призавать вопрос на самом деле об единицах измерения. Потому что измерения здесь непривычные. А я в моем докладе пользуюсь исключительно тем, что называется естественной системой единиц, где фундаментальные константы положены равные единице. То есть скорость света как постоянная планка и постоянная больственно равны единице. Поэтому у меня все величины измеряются на самом деле в единицах энергии. То есть после этого остается одна величина, а энергия. Длина будет обратной энергии, время тоже обратной энергии и так далее. И энергию обычно измеряют как при это физике элементарных частиц в электронных вольтах. Такая единица электронных вольт. Ну, у меня простой физический смысл. Это энергия, которая приобретает электрон, пройдя разность потенциалов в один вольт. Ну, она немножко такая выглядит, определение немножко колено, но понятно, что оно очень естественно в ускорительной физике, где прикладывалось какое-то напряжение, ну, изначально, по крайней мере. Ускоряясь частицы, ровно так, прикладывалось напряжение, они приобретали какую-то энергию. И вот это естественная единица измерения. Так вот, значит, есть это реликтовое излучение. Это экспериментальный факт. Теперь вопрос. Откуда оно приходит? Это уже вопрос к теории. На самом деле, исторически случилось наоборот. Сначала была разработана теория, которая его предсказала, а потом, скажем так, независимо. Реликтовое излучение сначала не поверили. Теория, она как-то так, считалась чистой игрой ума. Потом реликтовое излучение случайно открыли это излучение. Получили это дискульпремис. Да, так вот, реликтовое излучение является предсказанием теории горящего большого взрыва. Коротко и простыми словами, теория горящего большого взрыва состоит в том, что Вселенная в начале своей эволюции была горячей. Т.е. она была заполнена горячей плазмой с какой-то большой температурой. И впоследствии остывала. И то, что мы сейчас наблюдаем, это результаты этого остывания. Сейчас, конечно, у нас во Вселенной, если мы посмотрим на, скажем, звезды, планеты или межзвезды, Ну, она холодна по большинству. Ну, хотя, всякое бывает на самом деле. Но, значит, утверждение теории горящего большого взрыва состоит в том, что в начале своей эволюции Вселенная была горяча. И на самом деле даже теория горящего большого взрыва не ставит верхних ограничений на эту температуру. То есть она приблизительно говорит, что температура стремилась к бесконечности, когда время в жизни Вселенной стремилось к нему. Ну, а раз так, то у меня был этап, например, когда температура была больше, чем 1 мегаэлектрон вольт. Мегаэлектрон вольт – это миллион электрон вольт. А эта энергия соответствует удвоенной массе электронов. То есть это больше, чем удвоенная масса электронов. При таких температурах возможен процесс, когда два гамма-кванта сталкиваются с большими энергиями в порядке этой температуры и рождают пару электронов – E- , E- . И наоборот. То есть такой процесс идет в эту сторону и идет обратный процесс, конечно, когда E- , E- сталкиваются и тоже рождаются пару гамма-квантов. Какой-то вопрос? Может быть два гамма-кванта не между собой сталкиваются, а с чего-то еще? Потому что пока Россия не подходит, а потом не подходит. Нет, ну вообще-то есть такой процесс, но это самое… А он исключительно гипотетический? Нет, нет, почему-то. Этот процесс это прямо… Нет, такой прямо есть. Как он называется? Ну как он называется? Электрон-призисторное рождение? Да, конечно. Нет, он наблюдается. Да, для этого нужно про взаимодействие. Нет, нет, гамма-гамма прямо. Этот процесс наблюдается экспериментально. В космических лучах высоких энергий летят через Вселенную, сверхвысоких, то есть энергии больше, чем 10-18 литон-вольт. Они, как раз рассеиваясь на вот этом реликтовом излучении, производят пару E- , это важная роль. Гамма-космические лучи – это частицы с нулевой массой? Нет, нет, гамма-кванты высоких энергий. Гамма-кванты на фотонах рождают электрон-призисторные опоры? Да, ну я не знаю. Но это наблюдалось. Это наблюдается. В термогеограмм-фильмах, вот такой процесс. Не знаю, на ком он вы снимет. Вот этот процесс. Гамма-гамма где-то симметр. А в лаборатории этот процесс наблюдался? И он, этот кросс-процесс к этому самому, к Кунтонскому растению, вот такому. Гамма-гамма, фотон-фотонное взаимодействие, ну нет, на свободном фотоне нет. Сейчас, я это подумаю. Значит, это, сейчас есть, сейчас я подумаю, наблюдался он или нет. Значит, рассеянный фотон на реальном фотоне. Наблюдалось точно рассеянный виртон на фотоне, это рождение в поле ядра. Но это та же самая диаграмма, только здесь еще ядро навешано. А сейчас идут разговоры о высоконавидичных лазерах, которые мы сталкивались и такое производили. Но, по-моему, еще реализации не было этого. Ну такой процесс заведомо должен быть, потому что обратный процесс, это объединяция электронов с электронами великолепно изучен. Это правда, да. Но вот другой процесс, который описывается в той же диаграмме, он был отсказан просто рассеянные электронно-зарядные частицы. Да, да. И это, наоборот, фотонно-зарядные частицы. Да, собственно, вот фотонно-зарядные частицы. Фотонно-фотонно-фотонно. Это действительно обратный процесс к вот этому. Такой процесс есть, есть и обратный. И тогда надо, чтобы энергия была выше порога у этих фотонов. И, собственно, при вот этих температурах, больше мегаэлектронного вольта, эти процессы находятся в равновесии. То есть, сколько производится фотонов, столько производится, столько их уничтожает. Этот процесс уничтожает фотоны, а этот их производит. И, собственно, из-за этого фотоны термализуются. Ну, на самом деле, все термализуется. И электроны, и фотоны, и на самом деле, тут есть еще и другие частицы, Это, конечно, протоны и нейтроны есть, потому что они достаточно долго живущие. И они тоже находятся в прямой равновесии в этой бане. А вот при энергии меньше одного метра электрон-вольта этот процесс вымораживается. Этого больше не происходит. Электроны с позитронами аннигелируют полностью. То есть позитроны полностью исчезают. И остаются только электроны из-за того, что изначально есть асимметрия. Электроны немножко больше, чем позитроны. И тогда при энергиях, давайте я здесь напишу, меньше, при гембературных, меньше, чем один мегаэлектрон-вольт. На самом деле, там, температура чуть ниже, но для нас это не важно. А изначально предполагали асимметрию? Или... То есть изначально теория горячего пушевого взрыва предполагала асимметрию между частицами и античистосами? Да. Эта теория предполагала асимметрию. И на сегодняшний день это открытый вопрос. Откуда эта асимметрия взялась? И я раз объясню, почему он действительно существенно физический вопрос. То есть можно было бы сказать, ну, такие начальные данные. И так долго и отвечали приблизительно таким образом. На самом деле асимметрия очень маленькая. При превышении количества частиц на античастицами, значит, вот если я такое отношение смотрю, E минус, минус, E плюс, да, плотность числа частиц, плотность электронов минус плотность позитронов, поделить на плотность электронов. В начале моего времени, когда температуры вот такие. Оказывается, что эта величина порядка 10 минус 9. То есть очень маленькая, на самом деле. И вот откуда взялась вот эта маленькая величина, является открытым вопросом современной химии. Ну, весь гипотер на эту тему, но как бы он до конца не решён. На самом деле вопрос сформулируется в теоретах протонов скорее, барионной асимметрии, но это более-менее то же самое. Это называется проблемой барионной асимметрии. Да, ну вот, возвращаясь к этому. Но мы пока предполагаем, что такая просто асимметрия есть. Теория горящего большого взрыва изначально просто предполагала, что есть асимметрия. А, может тут ещё важно сказать, что эта асимметрия сохраняется. Дело в том, что у меня, точнее разность количества электронов и базитронов не меняется. У меня всегда во всех процессах элементарность. Но они либо пара не уничтожаются, либо пара не рождаются. Поэтому вот эта разность остаётся постоянно. Если эта асимметрия изначально заложена, то она останется. А с каких предпосылок мы делаем такое предположение? То есть асимметрия? Да. Ну потому что сейчас... Нет, не рождаю, что есть асимметрия, что она сохраняется? Нет, это не гипотеза, это следствие теории. Потому что все процессы, видите, как устроены, у меня могут родиться либо парами электронов и базитронов, либо уничтожиться парами. Ну либо они вообще не уничтожаются, остаются на месте. И ни в этом процессе вот эта разность не меняется. И все остальные процессы также устроены. На самом деле за этим есть глубокая причина, называется симметрия, электронная симметрия. Но я думаю, что если мы это будем обсуждать, это у нас далеко очень не будет. Вот. Так. Да, так вот при вот этих температурах. При вот этих температурах вот этот процесс исчезает, потому что у фотонов уже не хватает энергии, чтобы произвести электрон-позитронную пару. И остаётся... Вот у этого процесса нету обратного, соответственно все позитроны уничтожаются. И в системе остаются только электроны, протоны, ядра гелия. То есть ядра гелия. Сейчас скажу, что это такое. Гелий-2 плюс. И гамма-кванты. Гелия-2 плюс это объект из двух протонов и двух нитронов. Такое вот нитро. Ну, они связаны с ядом. На самом деле есть ещё небольшая примесь других лёгких элементов, но это мелочь, по сравнению с вот этими элементами. Вот. Значит, в этой ситуации уже фотоны не производится, на самом деле. То есть уже нет процесса, где бы фотоны рождались. Вот этот процесс полностью прошёл, больше уже не идёт. Но остается по-прежнему процесс расселия фотонов на электронах. Собственно, вот комптонская расселия, которую я рисовал. Е-. Гамма-квант. Значит, давайте я буду что-то типа диаграмфируем и нарисовать. Ну, смысл такой, что здесь гамма-квант рассеялся на электроны и... Ну, они обменялись энергией. Соответственно, по-прежнему сохраняется термальное равновесие между... Ну, или, да, сохраняется термальное равновесие между электронами и фотонами. Или даже это нам важно? Нет. Важно, что фотон, распространяющий через эту плазму, рассеивается на электронах. С фотон через неё идти не можно. Достаточно эффективно рассеивается. Ну, и, наконец, третий важный этап. Это когда температура падает до значений доли электрон-вольт. А если точнее, 0,27 электрон-вольт. Тогда происходит то, что называется рекомендация. Это ключевой процесс в космологии. Электроны и протоны объединяются в нейтральные атомы водорода. Ну, и два электрона объединяются с атомами гелия. На самом деле, вот этот процесс немножко раньше происходит. То есть она объединяется с ядром гелия, в атом гелия. И после этого Вселенная становится нейтральной. В этом процессе излучается последний гамма-квант. На самом деле, сколько-то гамма-квантов. Интересный гамма-квант. Излучается, конечно, в результате должно быть брошено. Но после этого гамма-квант на нейтральном водороде нам уже не рассеивает. Мы не начинаем рассеивать. Гамма-квант рассеивается на зарядной чистке. И после этого гамма-квант начинает распространяться через Вселенную насквозь, без взаимодействия. То есть как бы картина такая, что в тот момент времени, когда упала температура до этого значения, произошло последнее рассеяние фортонов. Так и говорят. Последнее рассеяние фортонов. И они летят после этого через Вселенную нащвозь взаимодействия. Это не совсем правильно. Сейчас я скажу, какие тут есть поправки. На все эти случаи в Кирионах. А, вот это в Кирионах, сейчас скажу. Это три тысячи. Приблизительно. Вот. Летят через Вселенную нащвозь взаимодействия. Их мы видим. Да, и эти фортоны должны иметь термальный спектр. Понятно, да? Потому что вот здесь все было термализовано. А, значит, они имеют термальный спектр. Вот мы их видим. Только вопрос, почему у них температура вот такая? В смысле, почему у них температура три температуры, как я сказал, а не вот эта? А вот это из-за того, что у нас есть эффект гравитационного красного смещения. Значит, после этого времени Вселенная продолжает расширяться. И что такое расширение Вселенной? Но можно об этом думать, как растягивание всех длин, характерных длин. То есть, если у меня был какой-то фотон, у меня была длина волны. Из-за растяжения Вселенной длина волны растягивается. Ну а раз растягивается длина волны, значит, падает частота. Ну и, соответственно, падает температура. Вот. И оказывается, что от времени последнего рассеяния до нашего времени Вселенная растянулась тысячу раз. Это мы знаем, сравнивая вот это предсказание теории с тем, что мы наблюдаем. Принято это выражать в терминах того, что называется красное смещение. Значит, вводится понятие красное смещение z. Это изменение отношения частоты фотона сейчас, сейчас, наоборот, частоты фотона тогда, в какой-то момент времени, к частоте фотона сейчас, минус один. Ну, минус один для утопки, да? Для малых значений, чтобы это было равно ну. Вот. И, значит, z рекомбинации, я когда здесь пишу вам видно, z рекомбинации, то есть красное смещение рекомбинации, значит, оно приблизительно тысячи. Ну, на самом деле, это число можно уточнять, но это приблизительно тысячи. Ну, давайте я скажу, значит, чтобы привозить вас заблуждение, скажу, что вот немножко прокомментируем вот это утверждение, что фотоны распространяются свободно. На самом деле, это не совсем так. Так, давайте я вот здесь начну писать. Значит, есть ряд эффектов, которые влияют на распространенный фотон. Это важно для интерпретации современных экспериментальных данных или современной теории. Значит, ну, первый эффект, я уже сказал, это покраснение, да? Краснение. Краснение. Или красное смещение, да, если правильно выражаться. Ну, я уже сказал, это связано с расширением силы. Есть второй эффект. Значит, его научное название – интегральный эффект Саксовольфа. Так, в чем он качественно заключается? Так, давайте я буду вот здесь рисовать картинки. Значит, заключается он следующее. В процессе решения Вселенной все остывает. Вот эти атомы-водороды начинают гравитационно притягиваться друг к другу. Ну, в смысле, атомы-водороды притягиваются всегда. И если у меня есть какие-то возмущения, неоднородности в веществе, дополняющем Вселенную, у меня там, где плотность больше, в эту область притяжение будет сильнее. Там, где плотность меньше, в ту сторону притяжение будет сладнее. Поэтому те области, где плотность немножко больше, плотность вещества, для этого положительного, они пытаются сжаться. Ну, а соответственно, область, где для этого отрицательное, из нее все уходит. Из нее материя ухудшает. То есть области, которые были полными, становятся еще полнее. области, которые были пустыми, становятся еще более пустыми. Это называется гравитационный коллапс. На самом деле таким образом образуются все объекты Вселенной, в конце концов. То есть звезды, галактики и так далее. Они образуются вот таким образом. Сжимается первичный газ, нагревается при этом, там начинается калкиваться между собой, нагревается, и образуются звезды. Там где у нас газа было много, там образуется галактика. Ну и так далее. Вот. Какое это имеет отношение к микроновому излучению? Вот какое. Там где вещество много, как я уже сказал, там притяжение сильнее. То есть ньютонский потенциал этого вещества, если я его напишу, он здесь, ну он в виде отрицательный, да? Но вот здесь он больше, чем вот в этой области. Как бы мне сказать? Вот так. Фи от Дельта Ру положительного, значит он отрицательный, давайте мы это учтем, что фи от Дельта Ру, где Дельта Ру больше нуля, в этих областях этот ньютонский потенциал меньше, чем в тех областях, где Дельта Ру отрицательный. Или давайте вот я нарисую такую картинку. Значит, ну какая-то условная координата х, сейчас поскольку она отрицательная, да, и вот значение ньютонского потенциала. Ну везде он отрицательный, но здесь он более отрицательный, чем вот в этих областях. Как-то вот так. То есть вот здесь вот образуется то, что называется потенциальная яма. Гравитационная. Теперь, когда сюда влетает фотон, он попадает в эту яму, и случается уже такое локальное гравитационное красное смещение. Из-за гравитационного поля, там где гравитационное поле тянет этот фотон, и делает его более синим. То есть оно его подогревает. Вот. Ну если бы яма так и оставалась, вот такой во времени неизменной, то он бы прошел через эту яму, где он посинел, то есть длина волны стала короче, и ушел бы обратно с такой же длиной волны. И ничего бы не случилось. Но из-за того, что все происходит во времени, и вот здесь вот вещество все более и более коллапсирует со временем, эта яма углубляется, пока через нее летит фотон. То есть пока он там летел, яма стала глубже. И для того, чтобы выбраться, ему надо приложить больше усилий, чем ему дали энергию, когда он влетел. Поэтому, когда он вылетает, он более красный, по сравнению с тем, что было в начале. Вот. Таким образом, если мы смотрим на элитовое излучение сквозь области с большой плотностью, фотоны, приходящие оттуда, будут краснее, чем фотоны, приходящие из других стран. Вот это вот суть интегрального эффекта САКСАВОЛЬС. Третий эффект — линзирование, гравитационный линзирование. На самом деле близкий эффект. Значит, это то же самое, более-менее, это взаимодействие фотона с гравитационным полем коллапсирующих объектов. Но теперь не энергетический аспект взаимодействия, а геометрический. Потом распространяющийся мимо вот таких вот повышенных плотностей энергии, его траектория искривляет. Ну, опять-таки, гравитационным полем. Соответственно, будет какое-то перераспределение под управлением. Есть вот это гравитационное линзирование. Четвертый эффект. Вот. Четвертый эффект состоит в следующем. Это реионизация. Или, точнее, следствие ре-и-о-ни-зация. Что это за зверь такой? Значит, реионизация, вообще говоря, это следующий процесс. Ну вот, в результате вот этого коллапса гравитационного у меня образуются первые звезды. Первые звезды, они начинают светиться. То есть они начинают светить, излучать энергию наружу. И этим светом они нейтральный газ, вот этот нейтральный водород, снова реонизуют. И на самом деле сейчас как раз большинство газа ионизовывают. Большинство межгалактического межзвездного газа ионизовывают. В результате этого процесса ре-и-о-ни-зация. То есть в конце концов, на самом деле через длительное время после ре-и-о-ни-зация происходит обратная ре-и-о-ни-зация. А в результате этого образуются опять свободные электроны. Да, и протоны. Но протоны меня сейчас не очень интересуют, а электроны интересуют, потому что на них теперь могут рассеиваться гамма-квамма. Конечно, теперь они рассеиваются намного менее эффективно, чем они это делали до рекомбинации. Потому что плотность электронов уменьшилась. Средный раздув, электронов стало гораздо меньше. Но, тем не менее, процесс рассеяния пошел. То есть гамма-электрон опять прошел под рассеянием. Электрон-гамма. Ну и это влияет на распространение гамма-квамм. Ну и, наконец, пятый эффект, очень красивый. Это эффект Синьяева-Зельдовича. Эффект Синьяева-Зельдовича. Это эффект Синьяева-Зельдовича. Как видите, советские физики. Вообще в области космологии очень много фундаментальных природных вещей сделано российскими и советскими физиками. Как-то так исторически словилось. Наша советская школа очень сильна, на самом деле. Это всем признается. Так вот, что такое эффект Синьяева-Зельдовича? Это эффект, который был предсказан теоретически. И стал, буквально, последние пять лет экспонентальной инглюдации, не просто экспонентальной инглюдации, а стал одним из основных инструментов изучения астрофизики, вообще говоря. То есть, структуру галактик, скопление галактик, ну, скопление галактик, что я говорю. Скопление галактик и микровомного излучения. На чем эффект Синьяева-Зельдовича? Ну, это опять связано вот с этим рассеянием. Электрон-фотоном рассеянием. Только, значит, это рассеяние происходит в облаках горячего газа. То есть, у нас во Вселенной есть газ не просто реонизованный, а еще и горячий. То есть, в этих облаках температура может быть больше, чем килоэлектрон-вольт. Но это связано со стратегией, это ортопедический эффект. И фотон, рассеивающийся на электронах в таких облаках, он подогревается. Значит, этот гамма-квант за счет этого рассеяния становится более синим, да? Он вылетает отсюда, из этого облака, с большей энергией, чем он подавлит тело. На самом деле, со спектром в результате происходит следующее. Спектр перестает быстрого термами. То есть, если изначально спектр был планковский, вот такой вот, да? Теперь за счет, ну, однократного взаимодействия, однократное взаимодействие доминирует здесь. То есть, все-таки, не такая большая плотность вещества, чтобы его фотон много разрастить. Он обычно рассеивается один раз. Соответственно, у фотонов просто увеличивается энергия. Он перебрасывается из вот этого области вот сюда, из этого области сюда. То есть, спектр сдвигается вот так вот, дефорнируется. В результате образуется очень характерная деформация. Ну, в общем, ее очень легко выделить. Легко найти спектр. И таким образом можно измерять, то есть, измеряя на то, как деформировался спектр электроизлучения, приходящих нам с определенных сторон, можно излучать плотность, можно определять плотность газа, собственно, в этих облаках, их размерах, их удаленность и так далее. Таким образом, начнется вот этот эффект, который вот сейчас просто становится инструментом изучения астрофизики, устройства больших скоплений и галактик. Такой газ, он обычно больших скоплений галактик присутствует. Вот. Значит, есть вот эти пять эффектов. Какие вопросы? А можно вопрос? Почему при температурах, ну, на этапе при температуре нечего одного мэва вообще было такое вещество, как гелий 2+, то есть оно оказалось бы более сложным, чем... Дело вот сейчас. Значит, в процессах еще вот до этой энергии образовалось некоторое количество нейтронов. Потому что при еще более высоких температурах были процессы образования нейтронов. Протон плюс нейтрино, сейчас, протон плюс что там? Плюс электрон, нейтрон плюс нейтрино. Вот были такие процессы, они тоже были в равновесии. Это при энергиях, при температурах больше одного гига электронов. Вот. Идут такие процессы. Образуются нейтроны и исчезают нейтроны. Поэтому образовалось некоторое количество нейтронов. Обязательно. А нейтрон, конечно, живет в конечное время только, но длинное. 10 минут точнее. Поэтому, пока вот все это происходит, а все это происходит на самом деле достаточно быстро, вот эта история, вот эта температура соответствует при уровне жизни Вселенной порядка одной секунды. Сейчас правильно я сказал про одну секунду. Ну, несколько секунд, ладно, не буду. Одну минуту, наверное. Вот. То есть это время жизни Вселенной, когда вот эти температуры имеются, это порядка одной минуты. Поэтому нейтроны, которые образовались, часть из них распалась, но далеко не все. А те, кто не распались, им выгодно образоваться, соединиться просто аналитически с ядрами водорода, с протонами, и образовать ядрогелия. Просто у ядрогелия это большая энергиозвязь. А нейтрону нужно с чем-то связаться. Поэтому эти ядрогелии остаются, и более того можно мерить концентрацию гелия первичного, и она тоже предсказывает этой теории, она там более-менее совпадает со сведением. Сейчас. А каково соотношение, например, плотности гелия в те времена? Значит, количество гелия, которое начально образовалось в этом процессе, сейчас я вспомню. Ну да, там где-то его 1 четверть от протонов, только я не помню, по массе или по количеству. Наверное, по количеству. В общем, по порядку столько же? То есть не сильно меньше, чем протон? Столько. Нет, ну меньше, чем протон, все-таки ладно. Вот. Ещё вопросы? Вы меня, кстати, скажите, когда я должен закончить, если... А в чём особенность фотона, если вот при взаимодействии с облаками космических плазм, космические лучи в основном ускоряются? А фотоны, наоборот, в основном? Ну, это совсем другие энергии. Это обсуждаются фотоны с энергиями, ну вот, 1 кельвин, 1 электрон вольт. Не 1 электрон вольт, а гораздо меньше 1 электрон вольт. А, значит, космические лучи, которые ускоряются, там, заряженные частицы, они, во-первых, должны быть, чтобы ускоряться. Во-вторых, это энергии не 1 электрон вольт обычно. Много и больше. То есть, когда говорим о космических лучах, это совсем другие энергии. В принципе, все процессы, они очень сильно зависят от этой шкалы энергии, от которой они происходят. Ну, то есть вот этот процесс — это совершенно другой процесс по сравнению с тем, что происходит с космическими лучами, сверхвысокых энергий. Вот, космические фактоны сверхвысокых энергий, они образуются из заряженных частиц высоких энергий, в результате их рассеян на чем-то. Так, хорошо. Теперь, значит, да, ну хорошо, есть вот эти эффекты, но на самом деле эти эффекты все-таки не очень сильные, и сейчас мы обсудим их величину. А с первым приближением, если смотреть на элитовое излучение, оно полностью изотроплено. То есть, значит, вот то, что намерил Кобиев Коби, на самом деле еще до Кобиев. То, что намерили экспериментаторы, которые открыли элитовое излучение, они обнаружили, что оно действительно со всех сторон почти с одинакой температурой приходит. Вот эти 2,7 К. И, как я уже говорил, значит, что нам это излучение показывает? Оно показывает проект Вселенной вот в этом возрасте, когда температура была вот такая, а время здесь, можно написать время, время это 300 тысяч лет от рождения. Напоминаю, что сейчас возраст Вселенной порядка 14 миллиардов лет. Он точнее известен, но приблизительно напишем 14 миллиардов лет. То есть, вот это действительно Вселенная совсем в своем раннем году. Но дальше я двигаю к этому портрету. То есть, на первый взгляд, он такой какой-то совершенно неворазимый. Но если к нему приглядеться повнимательнее и начать мерить зависимость температуры элитового излучения от направлений, то мы увидим, что там есть такие вариации. Так, я сейчас сотру. Есть вариации на уровне, вот видите, здесь шкала нарисована, 500 микрокельвинов. То есть, это... Значит, микрокельвин — это 10 минус 6. Одно миллионных кельвинов. То есть, это где-то порядка 5 на 10 минус 4. То есть, вариацией температуры с направлений... От направлений зависимость температуры. Ну вот, на уровне 10 минус 4. 10 минус 4. Относительная вариация температур направлений. Ну и вообще говоря, видите, вполне нетривиальная картинка. Эти вариации очень причинливые. Вот то, что здесь нарисовано — это результаты самого последнего эксперимента в этой области. Ланг, который вот эти результаты выдал, собственно, в марте этого года. С совершенно беспрецедентной и потрясающей точностью. То есть, вот видите, тут какая детализация в этой картинке. Ну и вот встает вопрос. Значит, как мы объясняем, почему... Почему, во-первых, космическое излучение однородно с такой хорошей точностью? Ну, а второй вопрос будет, почему у него все-таки есть небольшие неоднородности? Значит, давайте я сначала объясню, в чем проблема с однородным космическим излучением. Почему это вообще проблема? Ну, раз мы хотим изучать вселенную расширяющуюся, мы должны использовать общую теорию относительности Эйнштейна. И, в частности, мы должны использовать понятие вариантного интервала, элемента. Ну, я не знаю, вот как, с ним знакомо более-менее или незнакомо? Знакомо. Знакомо, хорошо. Значит, тогда в расширяющейся вселенной меток записывается довольно простым образом. Это вот такая вот методика. Решение на Эйнштейна. Вот еще одна. Еще один русский ученый, который еще в начале XX века это решение о уровне Эйнштейна нашел. Значит, Эйнштейна нашел вот такое вот решение. Инвариантный интервал есть dt квадрат минус какая-то, какая-то функция зависит от времени, на dx квадрат. dx – это пространственные координаты. Ну, напоминаю, что в плоской метрике, то есть плоский вариантный интервал, это просто dt квадрат минус dx квадрат. Это вот обычный вариантный интервал в метрике венковки. То есть вот это плоское пространство, а вот однородная расширяющая вселенная вот так вот отличается наличие вот этой функции от времени. Дальше эту функцию от времени можно найти для случая, когда Вселенная заполнена, скажем, материей без давления. То есть какими-то частицами, разреженными частицами, которые друг другу не взаимодействуют. И это адекватная модель для Вселенной сегодня, которая заполнена отдельными звездами, галактиками, которые между собой слабо взаимодействуют. А, так сказать, на уровне Фома соответствует тому, что давление равно 0. Давление в этой части равно 0. Тогда А зависит от времени, пропорционально времени в степени 2.3. Можно найти решение для горячей плазмы, которая была в начале. Когда мы принимаем теорию горячего большого взрыва, то в начале Вселенная была горячей. Тогда давление не равно 0. Тогда давление равно 1.3 от плотности. И тогда тоже можно найти решение, и оказывается, что А пропорционально корнистая. Т-степени 1.2. Но важно, что и в том и другом случае есть начальная сингулярность. Когда Т обращается в 0, А обращается в 0. И пространство исчезает. То есть история Вселенной, она, на самом деле, конечна, оказывается. Как-то она вот так началась, если у нас чистая теория горячего большого взрыва. Есть начальный отсчет времени 0, с которого Вселенная начинается. Ну и потом сначала по корневой зависимости, а потом по зависимости Т в степени 2.3 как-то там нарастает. Теперь давайте подумаем, как в такой Вселенной распространяется сигнал. Значит, сигналы распространяются вдоль линии ds равно 0. Ну и вот в таком виде эти линии неудобно искать, а удобно искать, введя новую временную координату, то, что называется, конформным временем. Переписав интервалы в таком вот виде, когда фактор а от это выносите вперед, а квадрат, а вот здесь вот оказывается выражение очень похожее на то, которое в лоском пространстве. Соответствующую координату можно найти легко. Вот это условие. Значит, мы требуем, чтобы вот эта комбинация, а на df, совпадала с dt. То есть мы просто говорим, что это связано с координатой t вот таким образом. Ну и в двух случаях вот этой зависимости, значит, в одном случае получаем t в степени 1.3, в другом случае... Во всяких случаях скажем, что a от t это вот некий условный радиус в себе. Да, можно так воспринимать. Если в себе будет запрета, то это в самом деле будет радиус, а если в других случаях это бы некий характерный размер? Да, ну когда она не запрета, тогда правильнее говорить об отношении этих a в разный момент времени, и тогда это отношение характерных длин в разный момент времени. Ну вот, значит, вот это конформное время связано с временем обычными вот такими формулами. Да, тут везде надо принимать пропорциональности. За коэффициентами я не слежу. Но опять-таки важно, что и в том и другом случае, и в случае полевидной материи, и в случае горячей материи, это тоже обращается в ноль вначале. И если я перерисую график a от t в график a от t, то я тоже получу какую-то вот такую вот картину. На самом деле в этот раз я вот такую получу картину. Но важно, что у него есть начальное время. То есть эта картина, мне вот эта важна. Теперь вот в этих новых координатах распространение лучей очень простое. Условие ds равно нулю, соответственно тому, что dh равно dx. То есть они распространяются вдоль прямых, направленных под 45 градусов. Здесь я нарисую распространение лучей карататов eta x. Ну вот они распространяются вдоль вот таких прямых. Значит, теперь посмотрим. 45 градусов это значится скоростью света. Да. Ну, как я говорил, скорость света у меня равна 1. Значит, теперь посмотрим, что мы наблюдаем. Вот мы живем в какое-то время, сегодняшнее это 0. В какой-то момент произошла рекомбинация. Эта рекомбинация. Это случилось гораздо раньше, чем то, где мы сейчас находимся. Мы, глядя вот отсюда, видим вот такой вот участок Вселенной. Кусок, мы конечно видим не всю Вселенную, а можем видеть только конечную часть. Потому что сигнал прошел конечное расстояние по конечному времени. Значит, мы видим вот такой вот кусок Вселенной и видим, что Вселенная на этих масштабах с большой точностью однородна. Это то, что нам говорит однородность великого излучения. Но с другой стороны, вот эта большая область, она содержит много причинно-несвязанных областей. Что значит причинно-несвязанных? Это значит, что вот эти две точки, у них не было времени, чтобы между собой как-то поговорить вообще, выровнять физические условия этих точек. Если у нас время начиналось от конечного момента, от момента времени это равно нулю, то сигналы из начала времен успели останавливаться только на конечное расстояние. И внутри вот этой большой области мы имеем много таких конечных областей, которые, как бы, вот Вселенная здесь и Вселенная здесь совершенно не связаны, а вообще могут иметь совершенно разные, то есть непонятно, почему у них должны быть одинаковые условия. Мы видим, что и здесь температура одинаковая, это равна 2,7, ну точнее то, что к нам приходит, и здесь температура 2,7. А могла быть совсем другая. Вот. И это действительно проблема. На самом деле теория гащикарящего большого взрыва. почему Вселенная оказывается такой хорошей точностью однородной. Для решения этой проблемы была предложена теория, называющаяся космической инфляцией. Что нам нужно сделать, чтобы проблему решить? Нам нужно избавиться от начала времени. Чтобы время не начиналось в какой-то конечный момент, а продолжалось до минус бесконечности. Для этого нужно придумать такую теорию, в которой вот такой вот интеграл будет расходиться. Будет расходиться при t равном ныне. Ну, простейший вариант это сказать, что a от t, и который проще всего теоретически реализовать, что a от t это экспонент, и в степени ht, все равно экспоненциально расширяется. Тогда это есть минус 1 на h, если это не минус и минус ht на этом интервале. И вот на этом графике у меня появляется вот здесь вот хвост, до минус бесконечности. А на этом графике у меня тоже появляется все пространство, время расширяется до минус бесконечности. Теперь у меня начало отсчета неизвестно где, где-то в бесконечном прошлом. Соответственно, вот все эти причины, вот все эти области, все эти точки внутри этой области, оказываются причинно связаны. Если начало вселенной, достаточно долго. Вообще эта теория принимает начало вселенной? В смысле, вообще конечное начало вселенной? Есть ли в ней начало отсчета? На самом деле все равно есть, да. Все равно есть, но может быть где угодно далеко. Но она все равно есть. А почему? Ну, это сложный, это такой тонкий вопрос. Есть такая математическая теорема, что... Ну, тут надо... Ну, да, но надо сказать специфическая. Специфическая теорема, а космологическая сингулярность. Вообще у нее есть, конечно, какие-то предположения. Вот строго говоря, вот у этого, вот у этой метрики, которая здесь написана, у нее нет начала отсчета. Она может быть продолжена до аминной бесконечности. Вот строго говоря, вот такая. Но такая метрика в физической теории не реализуема. В такой теории инфляция не закончится, если точно вот так вот. Инфляция должна заканчиваться. Но чтобы она заканчивалась, тогда метрика должна быть не совсем такой. Она может быть близко к такой, но не совсем такой. И тогда должна быть начальная сингулярность. Вот. Вот эта теория была теория инфляция. Она предложена Старобинским гусом и, да? Значит, Старобинский, Алексей Старобинский, недавно за нее получил премию Грубера. Прямо-недавно, это вот, значит, в августе или в июле, получил престижную еще международную премию Грубера за формулировку этой теории. А Андрей Линды получил премию «Югерард» еще раньше за это. Еще Вячеслав Муханов тоже приложил руку к разработке этой теории. Так что опять видите, доминирована советско-российская школа. Так, ну, пока это какое-то такое построение умозрительное. Не, на самом деле, конечно, эти люди, Старобинский гуслин, они сделали больше. Они не только вот это наблюдение сделали. Хотя оно, конечно, в самом себе уже хорошее. Они еще предложили физическую реализацию инфляции. Значит, физическая реализация... Давайте я попробую, постараюсь искать ее, не вдаваясь в детали. На самом деле, на сегодняшний день уже существует наверное сотня, если не сотня, различных моделей инфляции, физических реализаций. Но самая простейшая, которая там в первых работах предложена, она такая. Собственно, кто обеспечит вот это вот такое решение? Вот по такому закону. Ну, давайте сначала посмотрим на уровне Эйнштейна. Посмотрим, какая должна быть материя, чтобы такое обеспечить. Оказывается, что материя должна удовлетворять свойству давление должно быть отрицательным и равно минус плотности. Казалось бы, очень странная материя. Мы такой материи не знаем, у нас всегда давление положительное обычно. Оказывается, что очень просто организовать именно такое уравнение. На самом деле, таким уравнением состояния обладает вакуум физически. Это единственное уравнение состояния, которое инвариантно относительно преобразований Лоренца. И вакуум физически должен быть инвариантно относительно преобразований Лоренца. Вот у него может быть такое давление. Но дальше, если физический вакуум прямо в таком состоянии сидит, то мы не получим конца интелляции никогда. То есть это должен быть какой-то такой вакуум, который еще умеет меняться. Ну и вот это делается за счет рассмотрения, в общем, такой любимой игрушки всех теоретиков, скалярного поля. То есть говорится, вот как у нас есть поля электромагнитные, есть поля Дерака, которые описывают электроны, протоны и так далее. А тут вводят в такое скалярное поле. В принципе, это такие тоже есть, вообще-то наблюдаемые поля, скалярные. Например, поля пимизон, частицы синий взаимодействий, они с некоторыми точками соответствуют скалярными полями. Так что в принципе, у них тоже ничего-то такое совсем не бывало. Вот, основа это скалярное поле, φ, с нитривиальным потенциалом. Что значит с нитривиальным потенциалом? Это значит, что уравнение движения для этого поля, это волновое уравнение, оператор Даламера. Давайте я распишу это. d по dt в квадрате, минус d по dx и t, d по dx. То есть это волновой оператор. Ну, на самом деле, конечно, тут я должен его написать в кривой метрике, если я хочу все это рассматривать по воскребленным браскам. Ну, приблизительно вот так. Приблизительно. Приблизительно. А если бы это было свободное поле скалярное, то я бы просто здесь написал бы равно нулю. Но добавить сюда потенциал, это значит написать здесь какую-то функцию. v' от фи. Если этот потенциал устроен вот так вот. Ну а потенциал, это на самом деле энергия, которая создается этим полем. Если я выберу какое-то поставленное значение, то поле. Это поле описывает вакуум. Можно так сказать, да. То есть у меня есть некий параметр, который описывает разные вакуумы. Предполагаю, что в системе не один вакуум, а много. И есть параметры, которые их нулируют. И у этих вакуумов разная энергия. Вот как раз это двое от фи. Да? Какую-то кривую такую я могу нарисовать. То есть мы можем сказать, что существуют какие-то частицы вакуума, если у нас поле прокручивается вакуум? Ну, внущения этого поля будут некими частицами данного поля вакуума. А на самом деле эти вакуумы, кроме, может быть, того... Вакуумы это не поле и не частиц. Вакуумы это состояние. Да. А на самом деле вакуумы... Ну, тут я немножко нарушаю терминологию. Обычно в качестве вакуума обычно говорят о состоянии, когда фи сидит в минимуме этого потенциала. То есть такое состояние, в которое я фи положу, оно тут уже не сдвинется. Это вакуум. То есть оно так и будет сидеть. Если я положу фи в какое-то другое состояние, вот сюда вот, то это, строго говоря, не вакуум, потому что эта система поползет вниз по потенциалу. Так же как, если у меня есть какой-то потенциал, какая-то потенциальная яма в гравиационном поле, то эту частицу положу, и частица появится. Вот. Но при определенных условиях это сползание будет медленным. При определенных условиях, значит... Именно если я учу гравитационную взаимодействие, то есть если я рассмотрю систему, где есть вот это скалярное поле, и оно взаимодействует с гравитацией, то при определенных условиях окажется, что это поле ползет вниз очень медленно. То есть фи с точкой, что такое метод? Что фи с точкой приблизительно относительное изменение поля со временем много меньше, чем относительное изменение метрики от точки на А. Ну которая вот для этой метрики равна H. Скажем так, приблизительно. То есть оказывается, что поле почти заморожено в этой точке, ползет вниз медленно-медленно-медленно. И тогда действительно давление оказывается равно минус плотности, которая приблизительно равна Vr. Такое решение по уравнению Шнейна можно просто найти явно. Ну и вот у меня реализуется инфляция, где почти вот такая метрика, но немножко вот это H чуть-чуть зависит от времени из-за того, что Фи зависит от времени, соответственно, В зависит от времени. А H, давайте я напишу, H определяется как раз вот этим Vr. Ну давайте я опять пишу пропорционально Vr. Так, хорошо. Значит, что удалось сделать? Удалось придумать вот сначала идею инфляции. Удалось ее реализовать динамически. Самосогласованной такой теорией. Но еще и оказывается, что эта теория обладает предсказательной силой. И она предсказывает как раз вот эти вот маленькие фуктуации. Ну, сейчас, давайте, Павел. Наверное, мне надо где-то минут через 15. Ну, давай что-то. Ну, я думаю, что должно получиться. Значит... Да, нет, сначала давайте разберемся, почему Вселенная получается однородная в такой теории. Да, собственно, давайте мы сначала обнесем вот эту вот картинку. Ну, это просто. Дело в том, что вот, значит, инфляция соответствует вот такому вот дистанциальному расширению методов. Теперь, если у меня есть какое-то возмущение, какая-то классическая волна изначально, то за счет такого быстрого расширения эта волна растягивается, а прекрасное смещение, значит, падает частота, соответственно, падает энергия этой волны. То есть энергия волны ведет себя как... Это в любой метрике. Значит, плотность энергии волны ведет себя как единица на а квадрат. Профессиональная единица на а квадрат. Соответственно, в этом случае... Сейчас, единица на... Не квадрат, даже в четвертый или в кубе, но, на самом деле, для теоретического вещества единица на а в четвертый. Вот. Для этой метрики это экспонент. Здесь получается 4ht. Если у меня достаточно длительное время инфляции происходит, то просто энергия всех возмущений экспоненциально убывает. Их не остается. Никаких классических возмущений не остается. На самом деле, для того, чтобы объяснить вот эту картинку, то есть для того, чтобы была причина связана, вся Вселенная, которую мы сегодня наблюдаем, нужно, чтобы Вселенная расширилась в е в 60-й раз во время инфляции. Ну, что достигается за счет того, что h на 3 инфляции должно быть больше, по крайней мере, чем 60. Ну, и тогда здесь мы видим, что на энергии начальных возмущений убывает е в минус 240-й раз. То есть вообще уходит в 0. Где-то уходит... Если это минус 240, то равно не будет. Никаких классических возмущений не остается. Таким образом, Вселенная как утюгом инфляции просто вырабатывается. Отлично. Значит, мы сделали однородную Вселенную. Но теперь кажется, что мы-то не выполнили план, и откуда же подумать вот эти неоднородности? И вот оказывается, что инфляция одновременно делает эти неоднородности. Из чего она их делает? Она их делает из вакуума. То есть классические возмущения пропали, осталось только вакуум. И оказывается, что... Ну, то есть эти возмущения можно произвести только из вакуума. И оказывается, что инфляция ровно и отведилась. Она производит классические возмущения, которые мы сегодня наблюдаем, из квантовой фуктуации вакуума. Значит, вакуум... Ну, давайте я немножко поясню, что такое квантовая фуктуация, и почему они есть, и почему из них может что-то получиться. Значит, возьмём квантовый осциллятор. Линейный осциллятор, да? Который, может быть, многие из вас видели. Я имею в виду в книжках. Приятно, я живу. У него есть потенциал. У от x. Живую только классическую. У от x, который есть квадратичная функция от x. Ну, и на классическом уровне вакуум это просто в состоянии, когда частица сидит в нуле. x равно нулю. Но в квантовой физике это не так. Частица не может точно в нуле находиться. Из-за принципа неопределённости. Она должна тут колебаться. И волновавшая функция основного состояния, psi, ну, там есть какой-то фактор, опять-таки я их пишу пропорционально, если минус омега n x квадрат пополам. То есть это такая каусянка вблизи нуля. Соответственно, координата x в основном состоянии не равна точно нулю, а фуктует роль. Точнее, так скажем. x в среднем равно нулю, конечно. Но вот x квадрат в среднем не равно нулю. Не равно нулю. А равно чему-то там. Чему оно должно быть равно. x квадрат в среднем равно 1 на 2m омега. Что-то такое. У меня сегодня получилось. Вот. То есть, никакие физически наблюдаемые, на самом деле, состояние вакуума точно нулю не равны. Ну, это я не совсем правильно сказал. Но по крайней мере, координата точно не равна нулю для осцилляции. И то же самое для вот этого поля φ, на самом деле. Значит, если я оплату на вот это поля φ, у него есть какое-то классическое решение, соответствующее вот этому медленному скатыванию. На вокруг него происходит квантерзактуация. А дельта φ назовем. И это дельта φ среднее равно нулю, конечно. Но дельта φ в квадрате среднее не равно нулю. И это всегда так. То есть это независимо от... Вот это вот не убывает со временем. Потому что вакуум почти не меняется во время инфляции. Он меняется очень редко. Поэтому дельта φ квадрата, оно как и было в вакууме, такое и остается. Ну, тоже не совсем правильно. Но, по крайней мере, оно не исчезает. Но раз есть дельта φ квадрат, и раз есть дельта φ какой-то, то есть фруктурация плотности. Потому что смотрим на плотность. Вот оно, выражение для плотности, которое я написал. Значит, ρ, это есть v от φ. Соответственно, фруктурация плотности дельта ρ, ну, это в штрих, φ, дельта φ. Значит, если дельта φ квадрат минус, то дельта ρ квадрат тоже минус. Ну, дальше есть некая наука, которая связывает эти фруктуации плотности во время инфляции с фруктуацией плотности, которые наблюдаются сегодня. Оказывается, что за счет вот этого специального расширения еще такой замечательный эффект происходит, что вот эти квадратные фруктуации, они как бы усиливаются и становятся классическими. За счет вот этого быстрого расширения Вселенной. И они становятся просто случайным классическим полем. Ну и мы наблюдаем некую реализацию этого случайного поля. Так, давайте я подумаю, как мне тут быстро засуммируется рассказать. А, в принципе... Ну ладно, я не буду вдаваться в детали этой статистики, потому что это достаточно тонкая вещь. Но смысл такой, что... Давайте я все-таки вкратце опишу качественное поведение этих фруктуаций. Значит, они живут следующим образом. Важным графиком является такой. Зависимость от этого. Или от времени. Давайте от времени. Зависимость от времени. Двух величин. Значит, во-первых, длины волны фуктуации. Значит, если я беру фуктуацию на какой-то... Ну да, на какой-то длине в начале, то дальше из-за красного смещения длина растягивается, и растягивается она пропорционально А, как мы обсуждали. А это характерный размер Вселенной, и все размеры растягиваются вместе с ним. Значит, в инфляционной картинке эта зависимость ведет себя так. Сначала А экспоненциально растет, потому что А экспоненциально зависит от Л, а потом переходит на какой-то степенный рост. Т степени 2 3. На какой-то степенный рост показатель меньше 1. Это Л. Длина фуктуации. И вот эту величину Л надо сравнивать с величиной А с точкой на А. А с точкой на А, которую называют, на самом деле, параметром Хаббла, который зависит от времени. И этот параметром ведет себя так, что в начале он константа. Извините, а это, наверное, размер Вселенной, нет? Не длина фуктуации? Нет, длина фуктуации. Это же тоже пропорционально А. Ну, А это размер. Мы считаем, что А это характерный размер нашей Вселенной. Да, но здесь какой-то фактор меньше единицы стоит. Одна десятая. Если мы взяли фуктуацию в 10 раз меньше размера Вселенной в какой-то момент, смотрим за ней дальше. Все растет. Растет размер Вселенной, и вместе с ним растет длина фуктуации. Значит, полезно иметь, в целом, такую картинку. Воздушный шарик. Представить воздушный шарик. И на нем нарисовать какой-то рисунок. И теперь мы растягиваем воздушный шарик. Шарик растягивается. И расстояние между частями рисунка растягивается так же. Вот. Поэтому для какой-то фуктуации вот так вот всегда ведет тоже ее длина. Вот. А сравнить ее надо с величиной, на самом деле, не такой, а h-1. h-1 at. Который который определяет скорость скорость расширения Вселенной. Это вот параметр h-1 at. Это характерное время, за которое Вселенная расширяется ну в 2 раза, скажем. В какое-то число раз в порядке единиц. Соответственно в начале времени, во время инфляции, этот параметр более-менее постоянен, а потом, когда инфляция начинается горячая стадия, происходит разогрев, h ведет себя как единица на t, а этот параметр ведет себя как t. h-1. Вот это вот единица на h. Значит, почему h ведет себя как единица на t, понятно? Потому что я должен взять вот эти формулы, прониференцировать, ну, вычесть из-за этой причины, а с точки на r, получив единицу на v. Вот. То есть вот есть такая картина. Значит, что мы тут видим? Что сначала длина волны меньше, чем... Ну, вот этот параметр называется размером горизонта. h-1 называется размером горизонта. Соответственно, сначала длина волны меньше размер горизонта, потом длина волны больше размер горизонта, а потом опять меньше. Значит, оказывается, если просто изучить уравнение для фруктуации плотности, и как они ведут себя со временем. Оказывается, что на этом интервале, когда длина волны фуктуации больше размера горизонта, а амплитуда фуктуации не меняется. То есть на этом интервале Δρ Дайте так... Ну хорошо, я напишу точную формулу. То есть вот эта штука равна константе. То есть это некая величина, которая характеризует размер фуктуации. Значит, Δρ поделить на ρ плюс... вот такое выражение. Вот на этом интервале она константна. А вот здесь, вот в этом месте, когда длина волны уже стала меньше размера горизонта, начинается эволюция этих возмущений. И на самом деле они начинают эволюционировать как звуковые волны, классно. У меня... Картина такая, что у меня есть постоянная какая-то волна, которая пока длина волны больше. Давайте я нарисую. Вот на момент инфляции образовалась какая-то волна. Значит, здесь Х, пространство координата по вертикальной оси Δρ, условно говоря. И пока размер горизонта меньше, чем длина волны, эта волна так и стоит и не меняется. Когда размер горизонта стал больше, волна начала осцелировать. Да, из-за того, что у меня... Теперь у меня получилось, что есть плазма в ней. Вот здесь плодность вещества больше, чем здесь. Понятно, что найдет рукавая волна. Собственно, картинка, которая это иллюстрирует. Вот, пожалуйста. Пока у меня размер горизонта меньше, все стоит вот так вот и заморожено. Ничего не происходит. А потом, когда размер горизонта стал больше, волны начали осцелировать. И на все это еще накладывается излучение. Мы тут как-то говорим о плотности плазмы. Это, конечно, хорошо. Но, вообще-то, наблюдаем это микроволновое излучение, которое происходит в какой-то определенный момент времени. То есть у меня, знаете, получилась картинка такая, что есть какие-то волны, они начинают осцелировать, и в какой-то момент происходит излучение. Те волны, которые в этот момент находятся на максимуме амплитуды, они... На максимуме амплитуды это значит, что у меня большая разность плотностей в разных точках пространства. Соответственно, температура излученных фотонов будет сильно отличаться в этих точках пространства. А для других волна они оказались в минимуме в своей амплитуде в этот момент. Тогда соответствующие фотоны излученные, их температура будет равна однородному пространству в алюминии. То есть то, что мы сейчас должны наблюдать в спектре липтового излучения, это то, что на каких-то угловых масштабах у нас температура меняется сильно, а на каких-то слабо. Это то, что реально наблюдается. То, что здесь нарисовано, это нарисовано следующее. Еще придется написать пару слов. Измерена экспериментальная зависимость температуры от направления, где n это вектор на небесной сфере. После этого вот эта зависимость разложена по сферическим гармоникам. Ну, может, они слышали что-то. А потом, то, что здесь отложено, это, грубо говоря, среднее от такого квадрата, квадрата вот этой амплитудной разложения по сферическим гармоникам. Усреднение по n. Сумма по rm от минус l до l. И, чтобы усоединить, надо приблизительно два грамма писать. Количество сферических гармоник с данным мультиколем l. Я не потяну на то, чтобы вы поняли, что я только что сказал, потому что со свечными гармониками может не все еще работали. Но то, что мне в этом графике больше всего нравится, это то, что здесь, как вы видите, есть теория, это кривая, есть эксперименты, собственно, данные вот этого эксперимента Планк. И они с потрясающей точностью друг на друг попадают. А там, где они друг на друг не попадают, есть большие ошибки экспериментальные, там, на самом деле, и у теории большие ошибки. Потому что, как я сказал, мы можем предсказать, то есть то, что мы предсказываем, это случайная статистическая величина. И мы наблюдаем только одну ее реализацию. Это значит, что в той области, где статистика маленькая, то есть для маленьких l, где, на самом деле, вот этих случайных величин мало, мы не можем точно предсказать. Мы не можем предсказать их среднее, потому что их всего там несколько штук. У среднего тоже большая фруктуация. И вот это вот помечено вот этой вот зеленой полосой. Эта зеленая полоса – это наша принципиальная ошибка неустранимая, которую мы не можем никакими теориями устранить. Ну и тоже, как видите, отлично теория с экспериментами Планк. Такое впечатление, которое на меня все это производит, вот почему. Потому что еще 10 лет назад картинка была вот такой приблизительно. Был набор экспериментов, которые, видите, как-то так были разбросаны равномерно по графику, и говорили, что вот где-то там есть спектр литового излучения, эти конестропии литового излучения. И проводили кривую через эти точки. А теперь вот картинка, видите, стала вот такой вот замечательной. Ну и эта замечательная картинка позволяет нам, на самом деле, многие величины определить. Про это мне уже говорили, наверное, невыгодно. Но, собственно... А, давайте я результат скажу. Пройдем. Вот, собственно, смотрите. Тоже я не претендую на то, что вы точно поймете, что здесь написано, но это параметры, которые характеризуют современную космологическую теорию. И, собственно, их определение из эксперимента Планк. Значит, весь набор эксцентральных данных сегодняшних отлично гидтируется теорией моделей, в которой всего шесть параметров гидтируется. Это вот первые шесть точек. И, значит, то, что здесь надо смотреть, это точность, с которой они определены. Видите, значит, точность определения этих параметров где-то там на уровне 1%. То есть эта космология реально стала точной на уровне. Точность определения 1% это уже измерение, как говорится, а не пальцем на него. А из них выводятся остальные параметры, которые внизу перечислены. То есть они тоже гидтируются с точностью до где-то 1%. Ну, наверное, это все, что я хотел бы сказать. Да, тут, конечно, еще история про другие наблюдаемые. Но, наверное, в другой раз. Давайте вопросы. А еще вопрос такой. Повторите, когда вот эта теория не работает? Когда эта теория не работает? Значит... Нет, правильнее было бы, наверное... Могла бы эта теория не работать, потому что вообще-то она работает. Значит, вот эта теория, которую я вам сказал, она работает, она согласуется с экстрементальными данными. Но могла бы и не работать. Потому что, значит... Ну, смотрите, я пытаюсь всего шести параметрами описать довольно сложную кривую. Вот эта кривая, как видите, экстрементальная, да? Экстрементальные точки лежат вдоль довольно сложной кривой. И то, что я могу в своей теории, в которой всего шесть параметров эту кривую описать, это замечательный факт. То есть это же кривая не какая-то там просто гладинга или что-то. А видите, тут материальные пики есть на ней. Пики, впадины. И вообще эта форма довольно сложная. Но это, на самом деле, не единственное наблюдание из космологии, как я сказал. Есть еще и другие. И они тоже, оказывается, описываются этой же моделью. Ну, вообще-то, шесть параметров, а я здесь насчитываю в количестве пять пиков. Так что... Не, ну точек-то сколько при этом? Точек при этом тысячи. Точек при этом тысячи. Нет, более того, я даже вам скажу более того. На самом деле идут разговоры о том, что не очень тут хорошо она описывается там вообще-то. Есть некоторое расхождение. Вот в этой области малых L, малых нутиполей, но вот там как-то они лежат систематически ниже. Точки лежат в центре немножко ниже, чем кривая. То есть большинство точек лежит ниже. И это уже дает статистически некое несоответствие. Может быть, это ответ на вопрос. Что, значит, на некотором уровне статистической достоверности теория должна быть другой. Но достоверность такой слабенький. То есть это еще не повод эту теорию менять. Но, в принципе, есть некое, как это называется, противоречие между экспериментом и этой теорией. Небольшое. То есть оказывается, что она не совсем хорошо описывает солидальные данные в области малых нутиполей. И, собственно, сейчас идет борьба за то, что то ли это теория другая, то ли это инструмент немножко оказался, как бы переоценил свои возможности. Но на самом деле вроде человек уверенно говорит, что он свои возможности не переоценил, а они уверены в этом. А теоретики думают, на тему может ли будет какая-то другая теория немножко. Или это просто эстетическая поверхность? Вообще все отклонения меньше указаны случайно. Что говорит о том, что кривая ведь сглажена сильно? Нет. Дело в том, что вот эта вот кривая – это среднее значение. Значит, теория предсказывает среднее значение некой случайной величины. Дальше экспериментально мы имеем только конечную выборку для этой случайной величины. И это определяет вот эти усы зеленые. Сейчас видно тут зеленые эти усы? Кстати, плохо видно, да? Но цвет плохо видно. Да, это плохо видно. Но видно, что там есть вот такое шиеверное, да, какое-то фонтное зеленое. Вот это, собственно, теоретические усы. И они, в принципе, не устранены. Дальше есть экспериментария. Больше чем на стандартную аршрутку и сотни дырчиков планили себе. Да. И это как раз не страшно. Тут плохо то, что, видите, они лежат все-таки ниже, чем прямо. Я думаю, что это уже нет. Нет. Значит, для того, чтобы это сказать, надо провести анализ х квадрата, то, что они делали. И, соответственно, х квадрат должен быть иметь порядка единиц. Вот он, порядка единиц во всей области, кроме… Ну, х квадратных свойств не свободны. Кроме области малых мультипольных, где, видите, они лежат… Даже, по-моему, х квадрат неплохо. Но плохое… Плохо то, что они лежат ниже чуть-чуть. И экспериментальные точки лежат ниже, чем кривая. То есть, как бы ниже, там сколько это, шесть строчек, а выше всего девять. И вот за это идет некоторая борьба. То есть, с учетом того, что каждое значение l соответствует 2l плюс 1 в гармонии, то, на самом деле, здесь чисел больше. То есть, каждое l… Мы видим, что усоединено по… Усоединено по l, вот то, что я сказал. А с каждой точностью определенный вырус, и l по 2l плюс 1 часу. Да. И, в основном, я решу, конечно, по l тоже, но это уже отдельная история. Тут не для каждого l рисована все-таки, а для интервалов. Соединенных интервалов еще. В каждой точке больше информации. Ну и поэтому вот здесь вот экспериментальные ошибки в области больших l, они вон их не видно, потому что все, они уже на уровне размера точки. А при малых l, экспериментальные ошибки тоже есть. Так, еще вопросы? А, ну, кстати, да, тоже можно сказать, что экспериментальные ошибки у этого эксперимента Planck вышли на вот эту теоретическую ошибку, принципиально неустранимую. Называется Cosmic Values. Вышли вплоть до l полутыщи, по крайней мере. То есть вплоть до l в 1000, но вот эта неустранимая ошибка, она бывает как единица на корень из l. Соответственно, вплоть до l равно 1000, или там полуты, сейчас 1000 не помню, Инструмент доминирован теоретической ошибкой. Инструментальный. То есть инструментальный прогресс здесь, конечно, потрясает. Ну что, давайте, наверное, на этом остановимся сейчас. Значит, следующей темы у меня пока еще нет, есть послеследующая. ПО, письмо! ПО, письмо! П Письмо!